Отец Небесный, мы благодарим за эту возможность. Пусть Твой Дух направляет нас в этой презентации, о которой мы молим Тебя в имя Иисуса. Аминь. Приветствую вас, братья и сестры, коллеги и друзья по всему миру. Я приветствую всех вас особым образом. Меня зовут Кудза, это Геральт Репорт Министри. Мы всегда благодарны и признательны за любовь и доброту Бога. И сегодня мы сосредотонтимся на изменении климата. Зелёная суббота необходима для возрождения. Верните голубые законы. Мы рассматриваем тему изменения климата. Многие из нас хорошо осведомлены о том, что происходит в мире. Существует спрос, растёт спрос на национальный воскресный закон, особенно в Соединённых Штатах Америки. И мы видим, что многое делается для того, что убедить людей в том, что существует серьёзная проблема, вызванная изменением климата. И мы должны что-то сделать, чтобы справиться с ней. Об этом много говорят, особенно на Всемирном экономическом форуме. Как вы помните, несколько дней назад мы рассказывали о том, что Всемирный экономический форум назвал изменение климата и дезинформацию самой серьёзной угрозой в 2024 году. То есть изменение климата – это очень серьёзная угроза. Так они говорят. Они перевели этот график, который показывает, что дезинформация, дезинформирование – это первый приоритет, с которым нужно бороться, а экстремальные погодные явления – второй приоритет в ближайшие два года. Однако в ближайшие 10 лет экстремальные погодные явления станут очень серьёзными. Это будет вызвано изменением климата. Поэтому нам нужно что-то предпринять, чтобы справиться с этим очень быстро, пока эта проблема не захлестнула нас. Однако, как мы уже обсуждали, после Всемирного экономического форума следовал КОП-28, и в настоящее время мы точно знаем, что политика изменения климата – это политика папства, которая хорошо задокументирована в «Лаудату-Си». Весь мир сегодня старается следовать этому принципу. Мы уже рассмотрели 13 главу Откровения, особенно третий из них, и выяснили, что весь мир будет следовать за смерем. И как они собираются это сделать? Они будут следовать политике зверя. И в 13 главе книги Откровения мы поняли, что есть зверь из моря, и есть зверь, который выходит из земли. Зверь, который выходит из моря, которым является папство, нанесено смертельную рану в 1798 году Наполеоном через своего генерала Бертье. Но, однако, она снова займет винное положение, а зверь, который выходит из земли, который есть Америка, даст власть первому зверю, и она заставит всех следовать за первым зверем. И все будут удивляться политике первого зверя, и Америка очень старается, чтобы привести в движение первого зверя. В 16 стихе Библии говорит, что все, и малые, и великие, и богатые, и бедные, и свободные, и рабы, должны принять начертание на правую руку свою или на чело свое, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Вот что будет делать Америка. Мы заставим всех принять начертание зверя. Мы заставим всех отдыхать в воскресенье. Помните, что начертание зверя — это национальный воскресный закон об отдыхе. Теперь, когда они продвигают эту повестку до дня, это на самом деле происходит на очень высоком уровне, как мы узнали две недели назад, когда мы говорили о натиске евангеликалов. Это хорошие причины, которые используются для оправдания воскресного закона. И мы должны быть на чеку, потому что, когда они продвигают эти причины, мы видели, как они продвигают в КОП-28, мы видим, как они продвигают это на Всемирном экономическом форуме, и мы видели, как они продвигают их. А теперь они используют и другие средства, чтобы убедиться, что все могут подчиниться. Братья и сестры, мы были предупреждены в книге «Советы для церкви». Бог открыл, что же произойдет в последние дни, дабы Его народ был готов устоять против яростной бури сопротивления. Итак, Бог предупредил нас. Эта буря приближается, и мы должны быть готовы к ней, потому что, если мы не будем готовы, эта буря непременно захлестнет нас, и это будет буря национального воскресного закона, когда мы не сможем ни покупать, ни продавать, если у нас не будет начертания зверя. А начертания зверя – это национальное воскресенье, это воскресный отдых, декларация национального воскресного закона. Это будет начертанием зверя, и он будет наложен на всех нас. Нам сказано, что мы – особые люди и должны ожидать своего Госдата не в праздности и бездействии, а в ревностном труде и непоколебимой вере. Сейчас не время сосредотачивать помыслы над чем-то второстепенным. Пока люди спят, сатана активно готовит почву для того, чтобы народу Божьему было отказано в милости или справедливости. Братья и сестры, сейчас не время спать. Пришло время пробудиться от дремоты, пришло время сосредоточиться, пришло время серьезно подумать о задании, которое дал нам Бог, и усердно выполнять его по мере того, как Бог дает нам силы и власть, потому что наше время ограничено. Давайте подумаем, друзья, давайте подумаем, братья мои, серьезно, 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 как я участвую в миссии, что я делаю, чтобы подготовиться к этому кризису, что именно я делаю. Теоретически понять это послание очень хорошо, но подготовиться практически гораздо важнее. Сейчас нам сказано, что движение со соблюдением воскресного дня в настоящее время прокладывает себе путь во тьме. Руководители скрывают истинную суть дела, и многие, участвующие в этом движении, сами не понимают, куда несет их подводное течение. Но теперь будьте внимательны к последнему предложению, которое очень важно. оно исповедует мягкие, на первый взгляд, христианские принципы. Они делают это на христианском языке, они делают это на языке любви, и мы определенно поверим, что это действительно воля Божья. Но, однако, есть подводные течения, которые побуждают нас восстать. И Бог в тот момент, когда ворхестный закон будет принят, братья и сестры, станет ясно, что это не план Божий, потому что Бог уже остановил свою субботу, как мы скоро узнаем. Нам сказано, но когда оно заговорит, то появит драконовский дух. Поэтому, когда эта политика будет реализована, откроется дух, который движет этим воскресным законом, или этим рассуждением, или этой политикой. Сегодня мы хотим сосредоточиться на том, что происходит, потому что в Вашингтон-Пост есть очень важная статья, которая на самом деле говорит очень хорошо, но когда вы изучаете ее, вы действительно понимаете, что статья продвигает зеленую субботу, продвигает закон о национальном воскресенье, продвигает повестку дня Папы. Теперь давайте посмотрим на статью. В ней говорится, «Почему возрождение 2600-летней духовной практики сделало мою жизнь лучше?» Это написал Майкл Коррин. Я думаю, я действительно читал несколько его статей, прежде чем эта статья была опубликована 23 января 2024 года. Итак, Майкл Коррин говорит, «Моя жизнь возродилась, потому что я следовал древней духовной практике». Теперь, что такое древняя духовная практика? Посмотрите, что он говорит. «Каждую пятницу около захода солнца я закрываю свой ноутбук на 24 часа. Моя работа закончена ни электронной почтой, ни новостей, ни социальных сетей. Если это связано с работой, то это подождет. То, что я стараюсь сделать, это вообще ничего, или скорее я провожу время с людьми, которых я люблю, обычно на свежем воздухе. Дома я плаваю или спокойно разделяю трапезу с друзьями и семьей. Иногда я просто лежу на спине в парк и наслаждаюсь солнцем. Теперь, когда вы тем, кто знаком заповедью о свободе, вот как точно она звучит. Это то, что мы должны делать. Теперь, он идет дальше в течение многих лет. Это один день поста казался недостижимым для многих. Практически невозможно выделить целый день для отдыха, освободившись от обязанностей по работе и семье. Но несколько лет назад я начал практиковать в субботу. Итак, многие вещи меня подкосили. Я был в стрессе, я был готов сдаться. И тогда я решил практиковать в субботу. Другими словами, я начал отдыхать хотя бы один день в неделю. И что же произошло? Я разрешил себе перестать делать. Было трудно. Мой мозг выдал мои намерения бессознательно для меня, чтобы щелкнуть, открыть мой телефон, проснуться, проверить электронную почту. И вперед к понедельнику. Голова и все же начала отключение для практики. И он по-прежнему делает это сейчас. Посмотрите на следующий пункт. Но как недели идут, я обнаружил свободу. Я знал, что я потерял. Моя суббота вытолкнула меня из-за стола. Другими словами, он говорит, меня омолодила суббота, возобновила. Человек говорит о субботе Господней. Позвольте мне поправить себе этого человека. Он говорит о своей субботе. Он решил отдыхать. И когда он отдыхал, он понял, что закон о здоровом отдыхе омолодил его. Но теперь, Библия говорит о пользе, которая приходит от субботы. Библия говорит в книге пророка Исаии, глава 58, стих 18. «И если ты удержишь новоту и ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу от радуясь в этом днем Господнем, чествуемый, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься особыми твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Уста Господней изрекли это. Вот опитование, которое Бог дал нам, когда мы покоимся в субботу Господню. Мы вкусим наследие Иакова. Когда мы покоимся в субботу Господню, мы будем сильно благословены. Когда мы покоимся в субботу Господню, мы воссоединяемся. Но теперь, братья и сестры, я хочу, чтобы мы пошли дальше в этой статье, потому что есть что-то в стихах, которые я читаю. Я не согласен с этим автором. Я хочу быть честным. Я не согласен, но то, что Он говорит до сих пор, кажется очень правдоподобным. И если вы просто читаете, если когда вы читаете это, вы можете чувствовать или вы можете думать, что Он говорит, что люди должны соблюдать субботу Господню. Но Он обращается к совершенно другой теме. Теперь, посмотрите на это. На протяжении тысячелетий религиозные деятели считали этот ритуальный отдых духовной необходимостью. Однако, духовенство теперь утверждает, что эта практика быта в светском и религиозном контексте, но она затрагивает совсем другую тему. Посмотрите на это. На протяжении тысячелетий религиозные деятели считали этот ритуальный отдых духовной необходимостью. но сейчас утверждают, что эта практика быта в светском религиозном контексте может помочь перенаправить мировые общества от катастрофического изменения климата. По их мнению, это необходимо для будущего, как любая технология, например, чистая энергия или электромобиль. Посмотрите, вот о чем он говорит. Он говорит об изменении климата, и он говорит, что суббота поможет уменьшить или замедлить изменения климата. Он на самом деле говорит, что суббота, когда мы отдыхаем в субботу, она приносит пользу воздуху. Теперь речь идет не о субботе, как о седьмом день недели. Он просто говорит о том, что любой день отдыха в течение недели полезен для вашего здоровья. И это правильно. Теперь он дальше говорит, что он также полезен для изменения климата. Братья и сестры, это обман. Давайте пойдем дальше. Как минимум, общий день отдыха может замедлить темпы выбросов и облегчить время многих людей, уставших работать по выходным. Вы видите, что общий день отдыха замедлит темпы потребления, выбросов. Так откуда этот джентльмен? Он говорит на языке папства. Он говорит на языке лаудатоси. Он говорит на языке изменения климата. Это не имеет ничего общего с субботой Господней. Но замедление хотя бы на день поможет также лежать в основе культурных изменений, убеждая общество в том, что более устойчивый образ жизни не только хорошо для планеты, но также и для них. Вот почему Зеленая Суббота может быть правильной идеей для одной души в мире. Итак, давайте устроим Зеленую Субботу. Где мы не будем ездить на автомобилях в Зеленую Субботу, где мы не будем работать в Зеленую Субботу, где мы будем проводить время, отдыхать и восстанавливать силы. И когда мы делаем это, мы помогаем Матери-Земле. Но, братья и сестры, это не ново в контексте истины. Бог дал человечеству Субботу. Но автор говорит, что эта практика началась 2600 лет назад. Концепция очень ясна. В христианстве вы также найдете ее в исламе, в буддизме, также в религиях Японии. Но теперь давайте перейдем к следующему параграфу. Он сказал, первое упоминание о мандате обязательного отдыха, однако, вероятно, появляется в Торе. А затем он описывает Субботу, как изображено в Законе Божьем. Но теперь, братья и сестры, здесь эта Суббота была мандатом и является мандатом для детей Божьих. Давайте посмотрим и обратимся к древности, где древним Изра-Тианам было велено прекратить свой труд, с вечера пятницы до субботы на закате солнца. Период, известный как Шаббат в еврейском календаре, согласно Джонатану Скорчу, профессору еврейской религиозной интеллектуальной истории в немецком университете. Эта заповедь привела к толкованию, начиная не менее чем с 39 видов упоминаний, среди них шитье, выпечка, зажигание огня. Это то, что сказал профессор. Это действительно согласно традиции евреев. Но, как бы то ни было, вопрос в том, так ли это, как говорит Библия. Библия не учит этому, так или иначе, я скоро перейду к Библии, а потом там говорится, что запреты древних изратьян не были случайным набором действий или призывом к ассетизму. Это было воплощение простой заповеди. Это было воплощение простых заповедей, достаточно святых, чтобы занять свое место среди десяти лучших. соблюдать субботу. На языке папства давайте позаботимся о матери земли. Но, братья и сестры, Бог предупредил нас и Бог дал нам указание. Бог сказал нам причину, почему мы соблюдаем субботу. Мы не соблюдаем субботу из-за матери земли, чтобы сохранить ее. Мы не соблюдаем субботу из-за изменения климата. Нет, это ложь. Мы соблюдаем субботу, потому что Бог повелел, потому что из бытия, глава 2, стих 1, Бог говорит, Бог сотворил небо и землю за шесть дней, а на седьмой день Он отдыхал. И благословил Господь день субботний и осветил Его. Он отдалил Его, а затем Он дал Его человечеству в качестве дара. И в 31 главе 17 стихе книги Исход говорится, что суббота — это знамение между нами и Богом нашим. Это было знамение между Богом и детьми Израиля навечно, из поколения в поколение, потому что в шесть дней Господь сотворил небо и землю, а в день седьмой Он отдыхал и покоился. Поэтому дети Божьи или израильтяне, или те, кто верят в Бога, сотворившего небо и землю, они будут отдыхать в субботу в честь Бога, сотворившего небо и землю, а не в честь изменения климата, не для того, чтобы захоронить мать-землю, не для того, чтобы уменьшить выбросы, Теперь вопрос в том, как нам отдыхать, кто должен отдыхать, какую работу я должен делать. Когда вы обращаетесь к заповедням, исход глава 20 стих 8 в Библии сказано, «Помни день субботний, чтобы светить его». «Шесть дней работаю, делаю всякие дела твои, день седьмой суббота, Господу Богу Твоему». Я отдыхаю в субботу, потому что это суббота Господня. Я должен делать никакой работы, ни сын мой, ни дочь моя, ни волна, ни осел, ни чужой, который в моих воротах. Все. Я буду соблюдать субботу. Моя машина будет соблюдать субботу. Мои дети, которые соблюдают субботу. Мои животные также будут соблюдать субботу. Мой дом будет соблюдать субботу. Все, что у меня есть, воздаст славу и честь Богу, сотворившему небо и землю. В этом причина соблюдения субботы. Теперь взгляните на эту заставку. «Ибо за шесть дней Господь сотворил небо и землю, море и все, что в них. А в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его». Итак, поскольку Бог создал, мы соблюдаем субботу. Из-за того, что Бог благословил, Он осветил, Он отделил ее, а затем дал нам, как дар. Поэтому Иисус во второй главе Евангелия от Марка говорит, что суббота была создана для человека, а не человек для субботу. Мы не рабы субботы. Суббота — это дар нам делать то, что прославляет и почитает Бога. Но теперь, братья и сестры, позвольте мне перейти к истинной причине, почему написана эта статья, а также к тому, что она пропагандирует. Посмотрите на этот абзац. Папа Франциск аргументировал во многом то же самое, что касается хрестняцкого воскресения в его энциклике «Лавда Тоси» и о заботе мира. В 2015 году он говорит, что отсутствие отдыха — это просто плохо для души, но это также плохо и для земли. Так что теперь причина отдыха для души, а также для земли. Постоянное стремление производить и потреблять больше приводит к расточительству природных ресурсов и мешает нам заботиться о животном мире. Это мешает нам относиться к живому миру и друг к другу с достоинством и уважением. Суббота заставляет нас задуматься о том, как мы проводим все наши дни. Братья и сестры, папа не так много говорит о субботе. Он говорит на самом деле о воскресении. И так, как вы видите, он продвигает две вещи — отдых души и отдых матери земли, или планеты земля, как он ее называет. Он называет ее матерью землей. Общее благо, согласно «Лавда Тоси». Он говорит, «Воскресенье, как и еврейская суббота, предназначено быть днем, который исцеляет наши отношения с Богом, друг с другом, и с собой, и с миром». Франциск пишет, что мы склонны принижать созерцательные отдыха, конечно, непродуктивные, но это значит, покончить с тем, что наиболее важно в работе, с ее смыслом. Но это делается для того, чтобы покончить с тем, что важно в пробуждении. Это означает, поэтому он поясняет, что речь идет о воскресении. Низкий уровень отдыха, и вскоре в него будут внесены поправки. Но вы знаете, что эта статья продолжает что-то очень интересное. И она говорит, что суббота — одна из самых радикальных вещей, которые вы можете сделать. Он предлагает нам принять эту радикальную меру. О да, Библия уже говорит нам, что делать. Но теперь, что именно? К чему это нас ведет? Автор процитировал этого человека по имени Беллос, который считает, что ритуал предотвращения выгорания является одной из причин, по которой у нас сейчас климатический кризис является продуктом этой связи, результат недооценки жизни, особенно нечеловеческой жизни. Суббота — это время вспомнить, что мы не машины. Станьте человеком со всей остальной жизнью. Именно такая связь лежит в основе экологических и климатических движений. Вы знаете, что замысел дьявола состоит в том, чтобы чередовать истину и заблуждение, чередовать библейскую истину и дьявольскую ложь. И вы знаете, что нужно обнаружить тонкие ошибки, которые дьявол приносит. Братья и сестры, если вы хотите радикально соблюдать субботу, какой радикальный климат необходимо ввести? Законы об изменениях, чтобы гарантировать, что происходят радикальные изменения. Это вернет синие законы. Сейчас, что произошло во времени синих законов? Людей заставляли, людей силой заставляли. Был закон о закрытии магазинов. Был закон, что нельзя было ничего делать. Люди были ограничены в том, что они могут делать. Посмотрите, что там написано. Воскресные ограничения, которые когда-то были обычным явлением в Соединенных Штатах, иногда известным как синие законы, они запрещали такие вещи, как продажа спиртных напитков и открытие магазинов, отчасти с целью поощрения воскресных церквей. Очень интересно. Это для того, чтобы все ходили в церковь. Они закрывали пивные, они закрывали магазины, и они сказали, пусть все ходят в церковь. Не принимают они снова радикальные меры? Далее говорится, что Верховный суд США заявил в 1884 году, что они также спасли жизненно важную социальную миссию защищать всех людей от физического и морального истощения, которое происходит от непрерывного труда, особенно бедным, несчастным рабочим на наших фабриках и в мастерских, и в отапливаемых помещениях наших городов. Верно? Вам нужен отдых для души. Вам нужен физический отдых. Вам нужно общение. Это очень хорошо. Однако это было смешано с заблуждением, потому что далее говорится, что это решение было подтверждено судом в решениях в 1960-х годах. Воскресенье — это день, отделенный для всех народов. Воскресенье — это день отличный для всех остальных, сказал председатель Верховного суда Уоррен. Что особенного воскресенья? Потому что это день папства. Что особенного воскресенья? Потому что он — средство, которое будет использовано, чтобы привести людей к соблюдению начертания зверя. Что особенно в воскресенье? Потому что это день антихриста. Теперь здесь говорится, в 2019 году скотч основал проект «Зеленая суббота», чтобы подстрекать массовые движения к соблюдению еженедельного дня отдыха для светских и религиозных людей. Итак, речь больше идет о поклонении. Проект «Зеленая суббота» продвигается для всех, чтобы соблюдать, можете ли вы быть светским или христианином, но все должны соблюдать «Зеленую субботу». Говорится, что немедленный эффект среди миллионов людей по его расчетам может сделать обратные выбросы, выбросы, по крайней мере, на один день в неделю без новых технологий или расходов. Мы не согласны с видом топлива, мы не согласны со многими вещами, но, по крайней мере, в субботу, только один день в неделю, национальный воскресный закон. Мы определенно сократим выбросы. Это экономически эффективно. Но практика «Ничего не делания», которую он может заставить людей изменить свой образ жизни круглый год, обращаясь к гривневому человеческому ритуалу, а не к разуму или даже религии. Итак, вам не нужен разум или даже религия. Но, братья и сестры, суббота Господня — это не тот ритуал, к которому неопределенно обращаются. Четвертая заповедь говорит, «Скотч» теперь надеется найти больше сообществ, взорвающих провести этот радикальный эксперимент вместе со временем. В конечном итоге, как обществу, нам понадобятся экологические практики. Итак, это экологическое. Помните, экологическое обращение папства, что нам всем нужно быть экологически обращенными. Этот джентльмен пытается найти людей, которые могут стать волонтерами, которые готовы предпринять этот радикальный шаг по соблюдению воскресенья. Это будет добровольно и экспериментально. Но теперь вопрос в том, действительно ли нам нужен этот эксперимент, потому что мы знаем, что происходит. Но теперь вопрос в том, что именно подталкивает братья и сестры. Позвольте мне завершить это сосредоточие внимания на этих двух статьях. 28 ноября, знамение времени, 1900 год. Многие из тех, кто работает на соблюдении воскресных законов, они никогда не понимали требований библейской субботы и ложный фундамент, на котором покоятся воскресные установления. Итак, они усердно работают над соблюдением воскресного дня, но они не понимают истинной субботы, значение истинной субботы, как мы уже увидели в статье, которую читали. Они говорят о климате, они говорят об отдыхе души, но суббота — это почитание Творца Вселенной. Здесь говорится, они слепы к результатам воскресного законодательства. Действительно, они определённо пожалеют, когда это законодательство будет принято, когда зверь из 13 главы Откровения будет говорить, как дракон, когда он будет привлечь всех к тому, что не будет возможности ни купить, ни продать. Здесь говорится, они слепы к результатам воскресного законодательства. Они не видят, что это будет удар по религиозной свободе. Но любое движение в пользу религиозного законодательства на самом деле является актом уступки папству, который на протяжении стольких веков величественно борется против свободы совести. Итак, нет ничего нового. Что они делают, так это то, что подталкивает папство. Делая это, они работают на папство. И поскольку они работают на папство, даже если они принесли что-то хорошее, но в основе лежит стремление вознать должное папству. Нам сказано, что воскресенье за время своего существования является так называемым христианским институтом, призванным разрешить тайну неравенства. И его видение будет фактическим признанием принципов, которые являются креугольным камнем романизма. Когда наша нация настолько пренебрегает принципами своего правления, что примет воскресный закон, протестатизм в своих действиях будет рука об руку с папством. Сотрудничество с папством – это дать жизнь тирании, которая уже давно с нетерпением ждет возможности и снова стать активной деспотией. Итак, папство ждало этого очень долго и с нетерпением ждет его времени, когда ему дадут шанс. Итак, пусть они продвигают воскресный отдых, законодательство, пусть делают все, что могут с помощью изменения климата. Но политика папства, и это все не имеет ничего общего с Богом, они не продвигают четвертую заповедь, они поощряют восстание. И когда весь мир примет это, и евангеликалы Америки протолкнут этот закон, тогда все это определенно исполнится. Свидетельство для церкви, том 7, страница 141. Замена Божьего закона человеческими законами соблюдения на основании чисто человеческого авторитета воскресения вместо Библейской субботы это заключительное действие в драме нашего мира. Когда эта подмена субботы и воскресением станет всемирной, тогда Бог во всей своей силе явит Себя человечеству. Он восстанет в Своем Величестве, чтобы поколебать землю. Итак, последним актом драмы является успешное осуществление национально-воскресного закона, провозглашение национально-воскресного закона. И когда это произойдет, это будет национальная гибель, это будет национальное отступничество, которое приведет к национальной гибели. Братья и сестры, что нам делать в этот момент? Важно понимать важность соблюдения братья и сестры субботы Господней, потому что Библия говорит, помни день субботний, чтобы святить его, чтобы наслаждаться благословением и субботы, но чтобы принять истину духовно-интеллектуально, надо понимать причину, по которой вы соблюдаете субботу. Субботу вы не соблюдаете из-за изменения климата. Изменение климата не имеет ничего общего с субботой. Мы соблюдаем субботу по особенным причинам, указанным в 20 главе книги Исход стих 11 и во 2 главе книги Птия стихи 1, 2 и 3. Бог сотворил, Бог почил, Бог осветил. В почитании Бога, который создал нас, чтобы признать Бога, который создал нас, у нас есть знамение между нами и нашим Богом, и это суббота Господня, как мы знаем из книги Езекииля, глава 20 стих 12, и Езекииля, глава 20 стих 20. Мы соблюдаем субботу, как знамение между нами и Богом, чтобы мы могли знать, что Он Бог, освящающий нас. И эта суббота является даром человечеству. Мы будем соблюдать субботу даже на небе. Будем молиться. Благословено Твоим, Отец. Дай нам благодать принять истинную субботу и наслаждаться принципом истинной субботы. воздать честь Тебе, Боже, Тот, Который создал нас, Бог, Который освящает нас, и Бог, Который скоро придет, чтобы взять нас снова домой. Дай нам благодать, Господи, чтобы жить в соответствии с так, говорит Господь. Благослови нас, Господь. Мы просим Тебя. И мы благодарим Тебя за все, что Ты сделал для нас. Во имя Иисуса. Аминь. До сих пор, братья и сестры, Господь действительно благословлял нас. Я с нетерпением жду встречи с вами в следующем выпуске. Мы продолжаем освящать многие вещи относительно того, что происходит в мире сегодня. Пусть Господь продолжает благословлять. Аминь.